Чирокинские трюмозы, о-о-о, классные, сокращенное чпо, при поддержке внетенного общества, гендаплевитных гертосексуалов, специалист Гаррик Мотлер и Философский Семен. Быстрее, быстрее, где же он? Мы должны поскорее его найти. Мне кажется, я его вижу. Вот он. Вы, штаб, кто вы такие? Да что, Гаррик, мы же с тобой в поезде, уже познакомились. Какая в поезде, штаб, все это такое. Скорее, распределение уже началось. Здравствуйте, друзья! Я рад приветствовать вас в запрещенной территории спередации «Школьное чародейство» и волшебство Хогвардс. Ну, конечно! Настало время распределить новеньких моих факультетов. Когда я назову ему ученика, он должен подойти ко мне и сесть на этот распределяющий стул. Итак, поймите. Нет, 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 Милочка, на этом стуле пики. А, господи, не происходит на соседнем. М-м-м, я чувствую слизь, Ерин. Поздравим, Бэнси. А, следующий, Байерн. Хм-м, Уфендуй. Ну вот, теперь я вообще не попаду. Ну ладно, сюжет. А, молодец, смеллианты. Да, как это нет. Не стоит. Уфендуйцев совсем нет в сюжете, так что какая разница. Следующий, Дракуа. О-о-о, я чувствую связь. Да, а тебе будут писать много фанфиков. Слизерин. Далее, Бермионов. Ты хоть раз за 7 книг скажи что-нибудь из своей белой кожи, а то Трэлла не нагадала, что ты можешь стать негром. И так, это, это подружка главного героя. Так что, Гриффиндор. Гриффиндор. Рон. Гриффиндор. Два очка Гриффиндору. Сколько фанфиков появится, если вы с Малфея поселитесь в одной спальне. Так, только не слизерин. А, так, только не слизерин. Тву, ты все испортил. Черт с тобой. Гриффиндор. На этом распределение заканчивается. Завтра у вас начинается первый урок, так что вы спитесь хорошо. Старосты проводят вас в вашей спальне. Удачной учебы, друзья. Рон, мы можем поздать на завтрак. Скорее, Рон. Да, Денагави. Тьфу, то есть, да, Гарри. Гарри, я слышала, что у нас новый преподаватель за счетой темных искусств. Новый? В смысле, новый. Мы здесь в первой на самом счету. Вы маглые? Вы маглые, что ли? Если вы маглые, идите нафиг. Катись к черту, Малфой. У нас группа слизеринский союз, понятно, да? О, приветствую, Боттер. Засни кашутенчику. Купил Гарри палочку. А она ему как раз. А это еще кто? Это тот самый преподаватель, о котором я говорила. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, профессор Квирал. Это он, Квирал. Это он? Да-да, мой лонд, я вижу. Скорее, давай найдем это. Я мечтаю вернуть себе тело. Слушай, вы упряминулись, мой лонд. Вы ничего не слышали? Нет. Тебе не хорошо, Гаррик? Что такое? Шрам, то есть? Шрам? Какой шрам? Шрам, то есть? А, тот шрам, что на твоем месте? А, вот этот, в виде горлышка. Его оставил тебе тот, ну, тот, кого нельзя называть. Да ты дашь еще одного его имени, Грэйджа. Волан? Нет! Волан-де-граку! Рикати! Волан-де-марти! Пошел отсюда, придурок! Мне никогда не нравился. Кстати, вы слышали, где-то в школе спятано мегафилософское семя? Что? Что ты сказала? Да, и сказала, Гарик, мегафилософское семя. Я... У меня такое странное чувство, будто кто-то хочет его украсть. Что? С чего ты взял? Ну, я же главный герой, я должен подозревать, чтобы снялась. О, вот и утренняя почта! Ого! Посмотри, что тебе прислали, Гарик! Что это? Это метла? Это не просто метла, Гарик! Это новейший плюмбус-две тысячи! Плюмбус-две тысячи? Ах, ну, если кому интересно, как? Как делать плюмбус? Да как вообще это можно, не знаю. Сперва берется дингельбоп и пропитывается шлейфом, после чего дингельбоп нанизывают на группу, где в него втирают... О, хватит уже! С добрым утром, друзья! Рад представить вашему вниманию нового преподавателя защиты от темных искусств, профессора Квирова. Здравствуйте, ребята! Профессор Квиров очень хороший человек и совсем не подозрительный. Память, ребята? Да, профессор Дамблдор! Отлично, ребята! Тогда после завтрака сразу прорезет на его урок. Вас ждет много интересного. И снова. Эй, волшебник, похоже, ты ошибся. Урок дерева и я не двумя этажами вышел. Фак ю! Что ты сказал, Патер? Давай решимся здесь и сейчас. Что здесь происходит? Что такое сквел? Мой лон, похоже, Паттер и Малфо сцепились пальцами и изображают сцену из-за гачи-мучи. Что? Немедленно нас подавили их! Паттер, бой! Паттер, Малфо, не мердю, прекратите! Думаешь, ты избранный? Паттер? Нет, я Мерифрот. А кто ты тогда? Я Аптист. Здравствуйте, дети! Итак, приступим. Куда вы все пропали? Да, знакомых встретили. Ничего важного. Так, так, чего бы вас научить в первую очередь? Да-да, мистер Уизли, есть такое заклинание, которое, ну, позволяет вам притянуть то, что вы хотите. Вы правы, есть такое заклинание, это заклинание называется Акцио. Акцио. Вы? Серьезно? Да этому приколу уже сотни лет. Акцио. Так, 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 мисс Грейджер. Разве такая умная, может, вы, к примеру, назовете способ, как вернуть человеку тело при помощи мегафилософских семян? А, нет, профессор. Сэр, а вы знакомы с профессором Снегом? О, конечно. Помню, профессор Снег варил вообще адовое зелье. Ну, такой вот, примерно, рецепт усреднённый, потому что вариаций масса. Берётся бульон Мандракоры, он не греется, греть это не про Снега. Он берёт этот бульон, вываливает его в котёл и начинает шарить. Добавляет в него огромное количество шкур, чеснока, волос, ядерога, муки для лязкости, рог-двурога сверху. Всё это жарится до дыма. Потом Снег щедро полив это всё майонезом, начинает есть. При этом, если котлашка, я бы я поднула ложкой. Если приговаривать полушёпотом, ух, вот-то. При этом, у него ногу ваш пот выступает. Любезно мне иногда предполагаю, но я отказываюсь. Задание на следующую неделю. Сцена 3 метра свитка о мегафилософских семенах и их применении. На этом урок окончен. До свидания. Так, наконец-то я остался один. Где тут мой маглубук? А, пошёл. Окей, гриндевайт. Сайт wizardhub. Хэштег лысый из wizards. Хэштег грязной кровки. По вашему запросу найдено 32 видеозаписи. Ммм, отлично. Эфенчер, профессор, я красотом обронил свою волчебную палочку. Хе-хе-хе-хе. Ого. Да-ля-ля-ля. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Грязная кровки. Простите меня, мой победитель. Ты должен больше времени уделять поискам мегайфловского семени. Но мой лорд, урок только что закончился, и я подумал, что... Хватит! Этот фондарм разгуливает тут, как ни в чём не бывало. А ты занимаешься не пойми чем. Я должен скорее вернуть себе дело. Гарик, ты нашёл свою палочку? Ты дурак к мирам! Полный ты дурак! Без выбора. Это... это он? На волде-морте вернулся. На тебя ни в чём нельзя положиться. Простите, мой лорд. Мне это надоело. Я беру твое дело под свой контроль. Всё приходится делать за маму. Криван, Криван. Я узнал... Ужасную вещь этого просто не может быть. Если ты от той странной библирующей палочки, то она принадлежит Джинни. Палочки? Как, да нет, какой ещё палочки? Квилл, Квилл! Это... это он, кто оселился в Волон де Морти. Не говори глупости, Гарик. Волон-де-Корти давно живет. Верно. Ты же победил его. Ну, давно победил. Я сам все слышал. Прямо после урока я отвернулся за упавшей палочкой. Да ладно тебе, Гарик, не пари чушь. Тебе просто поверещилось. А как же тебе, мегафосовские семена? С помощью Волон-де-Морти хоть вернусь в себе тело. Да. Поэтому он и устроился в школу учителем. И поэтому он дал нам домашнее задание по ним. Именно. Эта история очень сильно притянута за вашей, Гарик. Поговорим после. Урок трансфигурации начинается. Здравствуйте, друзья. Это ваш первый в жизни урок трансфигурации. И я ваш учитель, мисс или мистер трансгендаль. У меня срочное послание для Гаррика Фонтера. Хорошо. Сейчас ему передам. Вон, держи, сладкий. Здравствуйте, Света. Что? Кто это может быть? Разворачивай скорее! Как странно. Да. Это похоже на какой-то ревус? Я попробую прочитать его так. Маска, мир, мир, пис, ес. Мне кажется, я знаю, кто это. На первой картинке. Это Тоби. Тоби из-за Рута. Да. Тоби. Тоби пис, ес. Тоби пис, ес. Подпись ВТМ. Бред какой-то. Так что после применения трансфигурации есть великое множество вопросов. Профессор? Да-да. А в чем разница между золотом и свинцовым? Ну, лишь в том, что я бы не стал платить стога леном за свинцовый дождь. Что, опять? Здравствуйте, профессор! Я наученник, и извините за опознание. Да-да, молодой человек, входите, присаживайтесь. Это, это он, это, вон, вон какой-то он идет. Ну, не знаю, Гарик. Он выглядит вполне обычно. Смотри, у него подвернуты штаны. Он подвозил подворотный теорет. Профессор, профессор! Да-да. Вы можете только взять его и пустить. Это, это мне ученик. Его не было на посвящении. И что? Разве это вас не смущает? А то, что Гармян отыгрывает парень, хотя на трое были девушки, вас не смущает? Э-э, какие-то проблемы? Все в порядке, дорогой, уши, не напрягайтесь. Профессор страны делят. Пофессор вызывает профессор Снег для него старцы нового зелья. Ой, лапочки, я отлучусь на секунду. Что-то тут вообще-то тут. Как десен мир? Вот вы снова встретились. Че, естественно, место? Вот, и вот. О, Гарик! Еще немного, я вернул свою силу. Свою? Свою силу? Ну, мега-философское семя, Гарик, и все станет на свои места. Ох, Поттер, аж пот на лбу выступил. Про-профессор, профессор! Да-да-да. Расскажите нам о мега-философских семинах. О, да. Это очень редкое семя, но с его помощью можно делать совершенно невероятные вещи. А вернуть утраченное тело? Вернуть тело можно? Ну, разумеется. И не только это. Еще можно, например. Да не важно, что еще. Не знаете, как можно и розу получить? Ну, если по секрету, то завалялось у меня одно. У вас? У вас оно есть? Что? Серьезно? Ну, конечно, красавчик. Профессор! Такой уважаемый человек, как вы. Ведь не пожалеете его до своего ученика? Исключительно в учебных целях. Нет, даже не думай отдавать его. Я не подумаю отдать его просто так. Хорошо. Ну, для начала, скажите мне, сколько существует гендеров? Так, раз, на пять, шесть, семь, пятьдесят восемь. Ха, ты что, дурачок, что ли? Их два. Подобрался всякой дичь из фен-пабликов? Ну, а как же... Кто вы тогда такой? Кто я? Ну, просто... А, я? Нет, давай, не сырье. Он не долго кого себя выдает. О, похоже, у нас два конкурента. Ну что ж, тогда у меня нет другого выбора. Соревнования, устроим соревнования. Что вы, вы, вспоём меня? Я тут пытаюсь не допустить воскрешения тёмного лорда вообще-то. Я здесь учитель, и семя тоже моё. Вы будете делать то, что я скажу. Если я скажу выйти из класса, вы выйдете. Если я скажу соревнования, значит соревнования. Если я скажу стать самым и бумом, вы станете мясо. Да, профессор, прошу, начинайте. Отлично. Кто первый ошибётся, проиграл. Гарик, крутите барабан. О, мой любимый предмет. Ваша задача, трансфигурировать вот это. Да легко. Кома-гома-регус. Неплохо, Гарик, неплохо. Как? Да разве это магия? Ваш ход, Морти, крутить барабан. О, что ж, вот и ваше задание. Посмотри-ка на это, Гарик. А не Метю? Серьёзно? Макароны? Макароны не нужны, Морти. Не нужны. Ваш ход не удача. Получай, Морти, Руссанос. Ты разрушил мои планы, Гарик. Одиннадцать лет я был хуже, чем мёрт. Сейчас ты за это ответишь. Ах, это я нарушил мои планы. Ты, ты пытался убить меня. Аурсианам. Я денисровал твоими великой цели. Савюнью. Деликация. Не смеши меня. Ты бесполезен. Хлебю. Ты пожалеешь об этом? Как страшно. Ты ведь влезешь, не своё дело, Морти. Хватит делать вид, что ты был земли, Гарник. Тихо. Вы совершенно не умеете общаться друг с другом. Что за перебранки? Я принял решение. Теперь получаешь ты, новенький. Что? Что? Я не понимаю, что ты натворил, старый идиот. И к чёрту, Гарник. Ты проиграл. Профессор? Предположим, что много лет назад я погиб. А сейчас моя душа скрывается в небе, ну, другого человека. Это ведь чисто теоретически. Разумеется. Что мне нужно сделать с этим семенем, чтобы возродить своё старое тело? Нет, не говорите ему. Селец его. Что нужно сделать, ну, чтобы эта семья начала действовать? А если бы вы, в теории, конечно, захотели бы им воспользоваться, нужно было бы сделать так, чтобы семя максимально качественно всосалось в организм. А, как бы сказать, просто съесть его не получится. Вы оформите его структуру. Так что остаётся, ну, грубо говоря, нужно дать поместить этому семечку на заднем дворе. Что вы, простите? Ну, оформите его задним числом. Каким числом? Ну, блин, устроить мой визит к дону Пьерда Челла. Поймите меня, наконец. Вот, возьмите. Теперь это принадлежит вам. Да! Да! Наконец-то! Что вы наделали? Теперь он обретёт полную силу. Ничего подобного. Это же просто маленький мальчик. Ты проиграл, Гарик! Узри же силу тёмного! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Момощь, можете звать как угодно, никому из вас не в силах одолеть меня. Весь мир склонится перед моей волей. Крестокровки будут стерты с лица земли и достанет новая эра. Власти, в общем, зла, могущество, и пусть калорокника грань огнём. Это мы ещё посмотрим, я её называю и всё равно мой. Какой мой? Моя палочка с твоей судьбой. Ты бросаешь мне вызов, Гарик, дедушка, который выжил. Ну что ж, покажи мне, на что ты способен. Бабу, так и добра! Бабула бутата! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы же устроили морде мозговой насяжки? Крепки. Нет, да, это третий сценарий. АПЛОДИСМЕНТЫ О, блинский, четвёртый сценарий. АПЛОДИСМЕНТЫ Он ворти, нам пора в школу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ